Здравствуйте! На некоторых сегодняшних первых полосах газет появились публикации о мемуарах Бориса Джонсона Unleashed, которые выйдут в следующем месяце. Но начнем мы с газеты Sun, которая сегодня сообщает, что участникам шоу «Я знаменитость «Уберите меня отсюда» будет разрешено делать инъекции Азимпик во время пребывания в лагере. Газета Times пишет, что Рэйчел Ривз освободит до 50 миллиардов фунтов для расходов на дороги, жилье, энергетику и другие крупномасштабные проекты по планам, которые разрабатываются чиновниками в данный момент. Газета Daily Telegraph сообщает, что Борис Джонсон в своих мемуарах пишет, что пытался убедить принца Гарри не покидать Великобританию вместе с его женой Меган. Как ему удалось избежать правосудия, спрашивает газета Daily Mirror, сообщая, что Мохаммед Альфаед никогда не был под арестом, несмотря на то, что полиция получила целых 19 заявлений о сексуальных домогательствах, пока он был жив. Газета Guardian пишет, что Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит свои атаки на Хизбаллу, несмотря на призывы союзников к немедленному трехнедельному прекращению огня. Газета Daily Mail возвращается к мемуарам Бориса Джонсона и сообщает, что Борис провел мужской разговор по душам с принцем Гарри, пытаясь убедить его не покидать Великобританию. I сегодня пишет, что экономисты предупреждают канцлера о том, что изменения в бюджете могут привести к тому, что процентные ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось. Daily Express рассказывает историю пожилого человека, который был помещен в дом престарелых в 260 мелях от своей жены. Заголовок гласит, такое ощущение, что они просто не хотят, чтобы мой муж вернулся ко мне. Атака жуткой гигантской куклы. Именно такой заголовок в Daily Star. Ну, как обычно, яркий. Газета сообщает, что жители Родчдейла были напуганы, когда 27-футовая кукла прибыла на их городскую площадь. Ну, не сама прибыла, конечно, ее установили. Говорят, что кукла была установлена городским советом для того, чтобы побудить школьников говорить об окружающей среде. А не для того, что вы могли подумать. Газета Financial Times пишет, что Рэйчел Ривз готова смягчить планируемое ужесточение мер в отношении неграждан из-за опасений казначейства, что некоторые из мер могут не принести денег. Ну, а на первой полосе также есть фотография, конечно же, Зеленского, в которой и написано, что Зеленский пытается успокоить разгневанного Трампа после того, как Зеленский посетил завод в штате, который колеблется кого из президентов выбрать на выборах. Газета Метро сообщает о приостановке предоставления услуг общественного Wi-Fi на 19 железнодорожных станциях под управлением Network Rail в среду, после того, как на устройствах людей появились сообщения о прошлых терактах. Простите. Британская полиция подтвердила, что мужчина был арестован по подозрению в неправомерном использовании компьютеров. Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 27 сентября. Давайте посмотрим, что еще сегодня пишет британская пресса. Сэр Киир Старвар усилил призывы к немедленному прекращению огня не где-нибудь, а в Ливане, на фоне эскалации конфликта между Израилем и Хамасом. В своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он призвал стороны остановить насилие и отступить от края. Подчеркиваю, что перемирие позволит создать условия для дипломатического урегулирования и предотвратить региональную войну. По данным местных властей, в результате израильских авиаударов в Ливане с понедельника погибли более 600 человек, в то время как Хамас ответил обстрелами северного Израиля. Несмотря на предложение 12 стран, включая Великобританию и США, о трехнедельном перерыве в боевых действиях, израильские министры отвергли этот план, а премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяку призвал продолжать борьбу с полной силой. Ну, только у меня получается такое ощущение, что Сармер не о всех военных конфликтах помнит. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню. Новый штамм COVID-X и СИ, ХЕКС, с таким названием, захватывает Великобританию. Госпитализации начали расти на фоне тревожных прогнозов на эту зиму. Новый вариант ковида, названный ХЕКС, стремительно распространяется по Европе и Великобритании, вызвав рост госпитализаций. По данным правительства, количество инфицированных увеличилось на 30% за неделю, а доля пациентов с ковидом в больницах Англии выросла с 9% до 12%. Эксперты предупреждают, что ослабленные иммунитеты и появление нового штамма могут привести к новой волне заражений этой зимой. Вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от серьезного заболевания ковидом, и мы призываем тех, кто связались с НИЧС, обратиться за осенней вакциной. Вакцины также можно приобрести в аптеках на Хай-Стритс и в частных медицинских клиниках, а их стоимость может варьироваться от 45 до 99 фунтов. Ну, что можно добавить? Помните, в газетах писали, что закуплено более чем достаточно разнообразных вакцин? Ну, не будут же они теперь пылиться на складах, пора их и продавать. А вы готовы к такому повороту? Продолжая тему НИЧС. НИЧС выпустили срочное национальное предупреждение о безопасности из-за случаев передозировки окситоцином при родах в Англии. Этот гормон обычно используется для стимулирования схваток или в больших дозах для остановки кровотечения после родов. Однако ошибка в его введении до рождения ребенка может нанести серьезный вред как матери, так и ребенку. В последние пять лет было зарегистрировано 25 подобных инцидентов, один из которых привел к экстренному кесаревую сечению и госпитализации новорожденного в реанимацию. Врачи настоятельно рекомендуют прекратить предварительное приготовление окситоцина на уровне родильных отделений и усилить меры предосторожности. По ошибке в рамках правительственной программы досрочного освобождения из британских тюрем был освобожден Амари Уорд, который спустя несколько часов после выхода из тюрьмы вновь совершил сексуальное преступление. Всего 37 заключенных, которые не имели права на досрочное освобождение из-за нарушений приказов об ограничении, были освобождены из-за того, что их судили по устаревшему законодательству 1997 года, которое не учитывалось при проверках. Все, кроме одного, были найдены и возвращены в тюрьму. Министерство юстиции заверяет, что проблема решена. Ну а теперь, внимание, недовольных режимом. Из-за своих публикаций в социальных сетях Тайлора Кея и Джордана Парлора осудили на 38 и 20 месяцев тюрьмы, соответственно, с разжигания расовой ненависти во время летних беспорядков в Великобритании. Эти случаи стали знаковым моментом, когда люди столкнулись с реальными последствиями своих действий в интернете, особенно в свете обвинений, что дезинформация и ненависть в сети способствуют насилию. В то время как более 30 человек были арестованы за посты в социальных сетях, действия правоохранительных органов в отношении некоторых пользователей вызвали вопросы о том, как социальные платформы, например, такие как X, способствуют распространению опасного контента. Также обсуждается необходимость улучшения закон о безопасности в интернете, который должен вступить в силу в следующем году для того, чтобы лучше справляться с контентом, который законен, но ужасен, в то время как прибыльные социальные сети по-прежнему не несут никакой ответственности за распространение такого контента. Что можно сказать? Просто будьте осторожнее, когда что-то пишите в своих интернетах. Financial Times сегодня написали огромную статью о том, что украинская армия сталкивается с серьезными трудностями на фоне нехватки опытных бойцов и массовой мобилизации плохо подготовленных новобранцев. Водит к значительным потерям на передовой. Командиры сообщают, что большинство новобранцев, многие из которых старше 40 лет, не имеют достаточной подготовки и часто покидают позиции при первых же обстрелах. Отсутствие опыта и устаревшие методы обучения усиливают уязвимость украинских войск, особенно во время ротаций, позволяя России захватывать новые территории. В результате моральный дух солдат падает, а уровень потерь среди новобранцев и ветеранов остается очень высоким. Это усложняет оборону Украины. Вот так медленно, но уверенно британская пресса готовит свою публику совсем другим событием. Но, вероятно, основываясь на этом же украинском опыте и газете Financial Times, газета Daily Star сегодня пишет, что, согласно новому докладу Палаты лордов, британским гражданам следует быть готовыми к участию в боевых действиях в случае начала Третьей мировой войны, так как армия Великобритании испытывает нехватку численности, устойчивости и внутренней согласованности. В докладе говорится, что напряженность на международной арене растет, и текущее состояние армии недостаточно для эффективного противостояния угрозам, таким как Россия. Отмечается, что численность британских войск была сокращена до 72 с половиной тысяч человек, и может возникнуть необходимость в обсуждении возможности призыва граждан на военную службу. Число женщин, арестованных в Англии в Уэльсе, растет быстрее, чем мужчин. Главным образом из-за насильственных преступлений и сексуальных правонарушений, показали последние данные МВД. За год до марта количество арестованных женщин увеличилось на 12%, до почти 114 тысяч, в то время как у мужчин этот показатель вырос на 7%, до 603 тысяч. Особо заметен рост арестов женщин за насилие, ограбления и сексуальные преступления. В то же время министр юстиции Шабана Махмуд предложила уменьшить количество заключенных женщин, заявив, что тюрьмы для них попросту не срабатывают. Ну, что можно сказать? Да, некоторые женщины по насилию мужчинам еще и фору дадут. В Лондоне в ноябре 2024 года пройдет уникальный фестиваль рождественских сэндвичей, ну или бутербродов по-нашему. В течение трех дней 20 шеф-поваров предложат самые разные вариации праздничных сэндвичей от классики с индейкой с клюквой до необычных кулинарных интерпретаций. Среди участников будут эксперты по копченому мясу, мастера, чабаты и другие известные заведения. Для любителей сладкого будут десерты от Лин Вонг Бейкс, а также рождественские мороженые сэндвичи от Хаппи Эндингс. Фестиваль пройдет в Коппеланг Парк в Пэкхам с 15 по 17 ноября этого года. Билеты будут стоить от 30 фунтов для взрослых и 7,50 для детей. В цену включены три сэндвича на выбор. Что сегодня пишет британская пресса? Газета Сан. Да что у меня здесь не так? Что-то как-то я не так начал. Давайте с другого. Раз-два. Раз-два-три. Заодно микрофон проверится. Раз-два-три. Два-раз. Отлично. Как вы понимаете, на этом выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что вы, пока его смотрели, успели подписаться на наш канал. Или отправите его своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели, что происходит в Британии. А я с вами встречусь в следующем выпуске. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Субтитры сделал DimaTorzok